Растворение веществ в воде Растворы играют важную роль в природе, науке и технике. Особую роль на нашей планете играет вода. Вода – это универсальный растворитель. Вода – это жизнь. Главное доказательство зарождения жизни в воде – сходный химический состав морской воды и крови человека. Жизнедеятельность клеток зависит от нормального солевого состава крови. Важнейшие соли крови – хлорид натрия, хлорид калия и хлорид кальция. В нормальных условиях общая концентрация солей в плазме равна содержанию солей в клетках крови. Если мы возьмем, например, три стакана с водой. В первый опустим кристаллики соли, во второй – кристаллики сахара, в третий – перманганат калия марганцовку. Через некоторое время количество кристаллов постепенно уменьшается. Содержимое стакана мы уже не можем назвать водой, так как в случае с солью или с сахаром вода становится соленой или сладкой на вкус. В случае с перманганатом калия образуется малиновая окраска, изменяется плотность и другие свойства изменяются. Полученные жидкости назвать водой не можем, так как они приобретают новые свойства. Это растворы. При взаимодействии растворенного вещества с водой образуются гидраты. Гидраты – это непрочные соединения вещества с водой, существующие в растворе. Растворитель – компонент раствора, количественно преобладающий и находящийся в том же агрегатном состоянии. Косвенным доказательством гидратации является существование твердых кристаллогидратов. Например, глауберова соль, медный купорос, железный купорос. Кристаллогидраты – это соли и другие твердые вещества, в состав которых входит вода. Рассмотрим классификацию растворов по агрегатному состоянию. Растворы могут быть жидкие, например, растворы солей, сахара, спирта в воде, кровь. Твердые сплавы металлов, золотые украшения. Газообразные, например, воздух, природный газ. Жидкие растворы могут быть водные и неводные. Водные – растворы, в которых растворителем является вода. Растворы, в которых растворителями являются органические жидкости – неводные. Например, ацетон, этиловый спирт, бензол и так далее. В зависимости от способности вещества растворяться в воде при 20 градусах Цельсия оно может быть. Хорошо растворимое – больше 10 граммов в 100 граммах воды. Например, в одном литре воды растворяется 2000 граммов сахара. Малорастворимое – от 0,1 до 1 грамма в 100 граммах воды. Например, в одном литре воды растворяется 2 грамма гипса. Нерастворимое – меньше 0,01 грамма в 100 граммах воды. Например, в одном литре воды растворяется 1,5 умноженное на 10 в минус третьей степени граммов хлорида серебра. Растворимость веществ можно определить по таблице растворимости кислот оснований и солей в воде при комнатной температуре. Растворимость веществ зависит от температуры, от природы растворителя, от природы вещества. Растворы и сам процесс растворения имеют большое значение в природе, в нашей жизни, в науке и технике. Чаще всего мы имеем дело не с чистыми веществами, а со смесями или растворами. Например, воздух – это раствор газов. Воздух необходим для дыхания всем живым организмам. Воздух принимает участие в таких природных процессах, как почвообразование и выветривание горных пород. Из воздуха получают азот перегонкой, кислород, аргон. Большинство минералов – это твердые растворы. Вода морей, рек, озер, грунтовые воды, питьевая вода – это тоже растворы. Растворами являются кровь, лимфа, лекарства, лаки, краски. Соки растений и напитки – это тоже растворы. Усвоение пищи связано с растворением питательных веществ. Растворы используются в промышленности, текстильной, металлообрабатывающей, фармацевтической, при производстве пластмасс, синтетических волокон, мыло и многого другого. Лабораторный опыт номер 5. Тема. Изучение растворимости веществ. Цель. Экспериментальным путем изучить растворимость веществ в воде. Оборудование и реактивы. Стаканы, стеклянные палочки, предметные стекла, спиртовка, хлорид натрия, карбонат кальция, сульфат кальция, перманганат калия, сульфат меди, двухвалентный и вода. Требуется соблюдение правил работы с солями и нагревательными приборами. Опыт. Поместите следующие вещества. В первый стакан хлорид натрия, во второй стакан сульфат кальция, в третий карбонат кальция, в четвертый перманганат калия и в пятый сульфат меди, двухвалентный. В каждый стакан добавьте 15-20 мл воды. Перемешайте содержимое каждого стакана стеклянными палочками. Спустя 3-4 минуты возьмите пипеткой несколько капель раствора из каждого стакана, поместите эти капли на предметные стекла и нагрейте их до выпаривания воды. В первом стакане хлорид натрия, во втором сульфат кальция, в третьем карбонат кальция, в четвертом перманганат калия и в пятом стакане медный купорос. Наливаем в каждый стакан 15-20 мл воды. Перемешиваем содержимое каждого стакана стеклянной палочкой. Данные соли имеют разную растворимость в воде. Из повседневной жизни мы знаем, что поваренная соль хорошо растворяется в воде. Сульфат кальция практически не растворяется, малорастворимая соль. Карбонат кальция нерастворимая соль. Перманганат калия и медный купорос хорошо растворимы в воде. Возьмем несколько капель на предметное стекло, растворимых в воде солей. Зажжем спиртовку. Предметное стекло закрепим в держателе. Возьмем несколько капель хлорида натрия. Прогреем все предметное стекло. Затем то место, где находится раствор. Происходит выпаривание воды. На стекле образуются кристаллики соли. Зажжем спиртовку. На предметное стекло поместим раствор медного купороса. Прогреем все стекло. Вода выпаривается. На стекле остаются кристаллы сульфата меди двухвалентного. Ответим на вопросы и задания. Что наблюдается при добавлении каждого вещества в воду? Что наблюдается после выпаривания воды? Какие из выданных веществ являются растворимыми? Какое малорастворимым, а какое нерастворимым? Запишем наблюдения и выводы. Происходит процесс растворения. На предметных стеклах остаются кристаллы растворимых в воде солей. Выводы. Вещества по-разному растворяются в воде. После выпаривания, если вещество хорошо растворимое, можно увидеть его кристаллики. Хлорид натрия, перманганат калия и сульфат меди двухвалентный – хорошо растворимые вещества. Сульфат кальция – малорастворимое вещество. Карбонат кальция – нерастворимое вещество. Перейдем к выполнению заданий. Первое. Укажите малорастворимое вещество. Правильный ответ. Малорастворимое вещество – гидроксид кальция. Задание 2. От чего не зависит растворимость твердых веществ? Растворимость твердых веществ не зависит от давления. Подведем итог урока. Сегодня вы узнали, что вещества классифицируются по растворимости в воде на хорошо растворимые, малорастворимые и нерастворимые. Узнали значение растворов в природе и повседневной жизни. Урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok